продолжаем нашу смеха панораму попробуем поменять тактику может быть здесь из-за ширины дороги получится вместо того чтобы плюхаться для веселья сейчас веселье у нас закончилось и ехать по возможности выбирать траектор здесь есть такая возможность там была узкая и принципе и слева и справа была колья очень пока вот так вот тронется сейчас не тронется и понятно но принципе продвигается давай назад и вперед пара ваша в отсутствие бы начал комаров там кушать я так понимаю в принципе чего белки же перескочил давая до вверх-вверх колея здесь оставляем ее там где она есть едем максимально в объезд пока это есть такая возможность чтобы ускориться чуть быстрее ехать вперед удачно да удачно только инерции возможно двигаться поэтому тут надо сейчас разогнаться проскочить одну засаду вторую засаду поскочить и вот там стать чтобы я дальше разведал но относительно легко это включилась там очень глубокая колея поэтому вот сюда так вот здесь и я стою нормально остановится я дальше буду разведывать стой бревна какие-то крути колеса сюда на бревна они уже тухой открой газ но тут крепко снизу поэтому я напугавшись глубин и езды инвестор кажется что не проехать но вроде нормально неужели начинается просто колея просто который мы обычно едем без осад сейчас я накаркаю опять смотрите какая вкуснятина неужели все я уверен что нет но пройдет еще десять километров что будет дальше узнаете после рекламы рекламный ролик фирмы детейлинга вот как бы это ребята мы можем вставочку тут сделать вашу а можем приехать к вам бартер топор моторная лодка просто сраны какие-то люди пока тут твердо тут тут шире еще опять вестало и переживаю что опять начнется эти бездонные 5 километров в час, 7 километров в час, Паша, что ты делаешь? Нельзя так быстро ехать. Подожди, я покину Баршу, все, все, опять началось. Вот какой раз, назад нет? Я нашел железную дорогу, кусок рельса. Представьте, как можно обрадоваться этой рельсой, когда мы едем вот так вот весело и задорно. У нас немножко свет начал гореть, поплавил запрет. Сейчас я из-то китайского поставлю хороший, немецкий, ГТРовский. Вот он, родной. Если будет еще плавиться, то выняем вода, переключим на боковые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Кусок, где пришлось лебедиться, проехали, и дальше вроде тоже нормально. Немного оделись на пень. Хорошо, если это пень, а не рельсы. А? Чего не тянишь? Ну, он точно там. Ага. Камень! Камень! Давай, давай, это камень! А, сеть, ездит! Вот он, красавчик. Ничего себе, аж дымилось, видел? Да, блин! Едя тут казом ехать, чёрт! Как нам повезло-то, а? До этого? Да. Я его видел. А, видел? Да. Когда заезжал? Да. Я понял. Я весь в шоколаде, короче. Ещё километра два до окончания железной дороги. Не знаю, как насчёт шоколада, но цвет такой же. Ну да. Блин, как мы далеки, а? От реальности. От цивилизации. 10 километров. А было один с половиной. Нормально. Прямо по курсу остров, капитан. Я вижу землю. Наступление в темноту как веселее стало. Сразу веселее. На вопрос, а куда ехать? А куда хочешь, дорогой? Туда едь. У-ху! Боишься? Ну да. А это он едет, куда хочет вообще. Я это... Ну, ну, мы тут рассуждаем, а что тут будет весной? Я говорю, ну, тут представь, будет вода. Ну вот. Представили воду. Вот. Столкнешь, представишь, природа тебе дает. У нас сегодня прямая связь с одним товарищем под именем богиня говна. Послала так послала за все страдания, что мы ездили по суху. Я помню, был какой-то фильм, там у людей материализовывались их мысли, то есть там какие-то страхи. Это фильмы ужасов, наверное, были. Ну, что-то, да, какие-то фантастика. Вот, и ты тут подумал про воду, и ты просто ее материализовал здесь. Главное, о других вещей не думать. Думай, молча. Слушайте, а у меня идея, раз такая пьянка, что подумал, то и проявилась. Это, я рыбу хочу. Давайте уже рыбу. Что там, подя, да? Подя, уважаемый подя, заказываем рыбу. Что там, окунь, Паш? Да, можно окунь. Полкило? Ага. Две штуки. Я гречку приготовлю. Ему налить надо? Налить надо? Да. Ну, у нас спирт есть. Спирт есть. Сначала рыба, потом наливай, дорогой. Значит, как это? Утром деньги, вечером стулья. Да. А можно наоборот? Можно. Ну, сначала утром деньги, вечером стулья. Куда ж ты едешь, Паш? Или это не ты едешь? Я еду. Тебя ведет? Да. Путеводная звезда? Подожди, а можно еще? Куда? Куда? Что? 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 Так. Игра твистер? Ладно, так будет. Смотри, там одно бревно вровень, а другое вытирает. Смотри, он салон пошел. Куда пошел? Ключи боковой свет или нету бокового? Отлично, едем. А то что-то душно в салоне. Ну и это, лучшие виды без загораживания грязным этим лобовым стеклом. О да! О да! Сейчас я точно счастлив. Точно-точно. Как тогда в болоте. Несмотря на то, что еще километров 9, наверное, нам осталось, а то и 9 с половиной, нечего есть. Ну как нечего. Гречка, килограмм, это не шутки. Калорий достаточно. Ну и это, можно гречку поесть, пойти спать завтра. Как бы продолжить. Поесть гречку опять, продолжить рубиться. Вот. Дорубиться до пруда, поймать рыбку. Ну такой. Оффроуд навсегда. Главное, чтобы топлива хватило. У нас с собой 20 литров. А пол бака еще. Вот. Вроде как достаточно. Еще у нас подтекает гидроусилитель. Есть полтора литра жидкости. Вроде, судя по расходу, должно хватить. Все прекрасно. Что-то лайт совсем пошел. Нет, я не жалуюсь. Веселое место, с виду. Похоже на болото. Меня напрягает отсутствие крупных деревьев. Это признак, что там что-то типа болотное. И веселое. Стой! Все, да? Да. Железка закончилась. Да, прямо здесь. Железку там прямо. А? Там вот так. А? Твердая, да? Да. Твердая пока. И тут твердая. Прям камни снизу. Это круто. Едь! Вижу въезд в лес. Хорошо, это не болото. А дно есть. То есть мох-то есть, как бы. Ох с травой сверху. Но вроде едется. Еще чуть-чуть. Перемычку эту сейчас уберем, которая мешает. И должен поехать. Отлично. Поменяет, наверное, траекторию. Ну вот, въезд в лес. Официально въехали. Здесь горховец. Да. Здесь Оломна. Да. Или Оломна. Вот дорога. Вот она. Это нормальная дорога? Или что? Как это относительно? Вот мы здесь. И сейчас вот эта просека вот выходит вот сюда, на развилку. На эту. А, все, я понял. Вот на эту развилку. Вот так вот мы движемся. Прямо вот так. Ну здесь, по идее, явно лучше должно быть. Так это хорошая дорога уже. Да. Да, это не пунктир. Продолжаем нашу передачу. Заболоченные камни, как Паша верно отметил. Что-то он по диагонали едет. По горизонтали надо. По горизонтали. Ой, какой, знаете, запах такой свежести. Я называю это запах кислорода. Медведь из кустов потирает руки. Намечается заплыв. Это, конечно, круто, когда снизу твердое и наши тракторные колеса и большой дорожный просвет позволяет ехать, не думать ни о чем, не останавливаться, ничего. Просто нету тебя препятствий. Всего хватает. Просто надо ехать, наслаждаться, управлять, выбирать направление. Жаль, что камера не передает, не может снимать так, как глаз видит. Не хватает за чувствительностью матрицы и оптики. Потому что белые ночи и, в общем-то, плюс свет, который освещает дорогу в лесу. Полное представление. Полная панорама. Очень, очень впечатляет просто. Вот такие маршруты, это то, что врезается в память на всю жизнь. Длинные, с сложностями. Когда ты к ним немного не готов. Вот, джунгли какие-то. След немного потерялся, скажем так. Вроде как бы дорога дорогой, но чего-то много растительности. Прям, ого-го. С ростом выше даже, чем машина. Я стою, на. Не знаю, сколько тут метров. Два с половиной борщевика. Жесть. Вот это-то. Паша, наверное, вообще там в салоне. Весело, конечно, из салона, но дорогу вообще не видно. Верь, лопухи, да? Да вообще, блин. Да, да, неожиданно вечерний гость ваша Воврина заметил. Разрушенный мост. Ну да, на бобриную тему похож. Мы вырвались, короче, из знакомой нам дороги. Ворвались на знакомую глиняную дорогу, которая едет к речке. Сейчас уже без 20 часов. Ну, тут пол первого. Ну, и что уже? Мы везде опоздали, где только могли. Значит, как его там... Работа не волк. Так что попробуем поймать рыбу там в этой воде. Посмотрим, что это нормально. Работа не волк. Работа не волк. zit Д İ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...